Всего одна банка за три часа торговли. Для Тамары Виноградовой этот грибной сезон оказался не самым удачным. Обычно такая подработка на пенсии приносила неплохое подспорье. А в этом году можно просидеть вот так хоть целый день и унести дары леса домой. Дело в ассортименте, который не особенно привлекает покупателей. Сегодня в небольших ведерках лишь лисички. На окраине Сыктывдина, пожалуй, только они уродились. Грибов уже нету, уже последние, которые выросли. Молодых уже нету. Ну вот сколько времени потратили и что собрали? Вот 4-5, вдвоем ходили, 4-5 часов ушло. И по 5 литров ушло. Успокаивает любителей тихой охоты то, что грибы хотя бы не червивые. Так называемые грибные комарики губят урожай в основном в теплую погоду. А сейчас прохлада. Правда, собирать в лесу уже практически нечего. И по прогнозам специалистов, новых сходов ждать не стоит. Весна была очень затяжная, холодная. Для выхода грибов необходима определенная сумма положительных температур, чтобы сформировались плодовые тела. То есть сначала было очень холодно долго, потом все залило дождями. То есть почву трамбовалось, грибы, видимо, было сложно образовать плодовые тела. Несмотря на то, что работать продавцам дикоросов сейчас приходится дольше обычного, цены они не повышают. Пятилитровое ведро лисичек, к примеру, 350 рублей. Небольшую банку соленых отдадут за три сотни. Сейчас, правда, и конкуренция небольшая. Нет, к примеру, школьников, которые активно работали на каникулах. По части ассортимента все по старинке. Хотя встречаются и необычные экземпляры. Все грибы, которые собирали, вот те и собираем, а новых таких, что вот они сразу. Но у нас сейчас появились эти вот черные грузди в этом году, очень много тоже есть. Это новые виды? Нет, они уже были, но их не было, так что вот, что они такими кучами попадались. В этом году интересная находка обнаружена в деревне Вильград Цыктывдинского района. О новом для регионе с хедобным виде грибов ученым рассказали местные жители. По липуру зонтичный или гриб баран. В России он известен и занесен в Красную книгу. А вот в коме встретился впервые. В целом же только в прошлом году ученые обнаружили в республике почти три десятка новых видов. Несмотря на неурожай, грибников в лесу много и сезон продолжается. А значит нужно помнить простые правила сбора северного деликатеса. Одно из главных. Собирать грибы нужно подальше от рас различных предприятий. Ведь они как губка впитывают в себя все вредные вещества. Раз уж урожай небольшой, то он должен быть хотя бы полезным. Таисия Жакова, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывдинский район. Таисия Жакова, Олег Костромин.